Малайзия 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 Поэтому исследовали мы регион еще в период с Миклухом Ака еще до того, как формировалась Малайзия как государство. И поэтому у нас есть хорошие, теплые исторические связи. А Малакский дневник, один из вот таких вот больших, хранится в Русском географическом обществе в Санкт-Петербурге. И можно с ним ознакомиться. Мы успели за кадром пообщаться, что вы только-только из Малайзии. Да, у нас было большое путешествие. И через Малайзию я, когда возвращался, как раз проезжал. Дождливо там было в этот момент. Но как было не посетить Малайзию, конечно же. Тем более, что и Папу Новый Гвинея я регулярно посещаю. А вот как-то Малайзию все игнорировало. Кому-то интересно, впечатление от Малайзии. Потому что то, что я сегодня читал, страна такая достаточно активно развивающаяся. Вполне себе приличной зарплаты даже по российским меркам. Да, и вот я хотела дополнить, что мы только что обсуждали экономические предпосылки. Малайзийского чуда, там много чудес в этом регионе. А если говорить об антропологическом факторе, что такое есть в этих людях, может быть, что позволяет тоже так развиваться, ставить такие амбициозные цели и достигать их? Ну, вы знаете, я не могу говорить о Малайзии как действительно специалист, потому что я в этот раз посетил ее как турист. А здесь вот какие впечатления путешественника? Впечатления путешественника, конечно же, это центр большого количества, если мы говорим о Куалумпуре, большого количества магазинов и высоток. То есть вчера буквально я посещал наши высотки в Москве, да, и, соответственно, конечно же, это, ну, такая... Скромненько? Более чем. То есть это даже, это даже они еще не начали быть высотками. Малайзия, это на порядок выше в этих высотках, и, конечно, инвестиции достаточно серьезные. Именно это дает, наверное, возможность, поскольку они открыты к сотрудничеству со многими странами, им быстро развиваться. Ковид на них сильно повлиял, туризм очень серьезно ослаб, цены дешевые. Очень много чего производится в Малайзии. Интересный факт я узнал. Вы знаете, Алан Делон, недавно покинувший наш свет, значит, он производил всю абсолютно продукцию свою именно в Малайзии. Ему, правда, говорили, что это в Японии производится. Когда он об этом узнал, очень был расстроен. Но там хорошее количество производственных фабрик, и поэтому Малайзия держит очень серьезнейший уровень. Большое количество населения, прекраснейшая история. Китайцы, которые очень активны, они не дают ей заснуть, понимаете. Они же, когда идут к своей цели, я не знаю как, по моему впечатлению, они не видят вообще никого. И в этой связи, наверное, влияют на это развитие очень серьезно. Теперь к Папу Новогвинеи перейдем. У вас же экспедиция состоялась, можно говорить, на днях. Да, наверное, самое важное. Но я должен вам сказать, что, наверное, будет важно вам упомянуть, что мы все-таки подошли к тому, что с этого года и с этого учебного года начинаем очень серьезную работу с нашими школьниками, с молодежью. С нашими колледжами, я имею в виду, Николай Николаевич. И с вашими российскими школьниками. Наши школьники для вас кто? Российские школьники. Хотя по-пласски тоже. Потому что я почему-то спросил, я увидел, что вы как раз привезли компьютеры. А в этот раз или это было еще до того? Это всего лишь несколько месяцев назад. Я третий раз за этот год был в Папу Новогвинеи. Поэтому иногда сам путаюсь, в какой же раз это было, буквально пару месяцев назад. Дело в том, что начинали мы, когда свою деятельность, мы опирались на, безусловно, экспедиции Миклуха Маклая. Большое количество экспедиций, которые советские. Сейчас мы уже подошли к тому периоду, когда за последние 7 лет проведены уже 6 экспедиций. Достаточно большой объем работы сделан. И у нас постоянно был запрос. А когда же вы начнете рассказывать о своих? Все время кратко и все время Миклуха Маклая. Да, он великий и большой. И сделал огромнейшую работу. Но у нас есть и ученые, которые сделали в этот раз. И мы вот сейчас открываем проект. В нем как раз интереснейшие события. Современные. Открытия, которые мы назвали, исследователи океане, открытие наших дней. Этот проект мы начинаем в виде выставочных проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской области. Но мы сделали его и доступным по интернету. Интересно, как мы решили его сделать. Мы помимо того, что представить его в фото, видео, материалы, сделали такие шотцы. Которые по хэштегу экспедиция Маклая можно посмотреть везде, например. Ну, в доступных социальных сетях. И тем самым получить дополнительное образование в исследовании океане, в исследовании Папу Новогвинея. И в рамках этого проекта мы объединили интересный иллюстративный материал. Я вам должен рассказать о первой экспедиции. Почему это все началось? Потому что если бы не первая экспедиция и не та встреча, которая была в 2017 году, когда папуасы выстрелились все, пели гимн, подняли российский флаг. И мы увидели, что они, оказывается, нас помнят. А мы даже до этого не знали, что происходит в этой Папу Новогвинеи. Они хранят память о Микрухе Маклая. Именно это сподвигло на какие-то действия. Я обратил внимание, извините, просто на странице ВКонтакте. У вас очень много отсылок к той экспедиции 2017 года. Я еще удивился. Я думаю, очень странно. Вроде в экспедиции побывали вот сейчас, а по-прежнему вспоминают вот ту самую первую экспедицию. Конечно, конечно. Я должен сказать, что если бы не та экспедиция, не то отношение именно самих папуасов, папу новогвинейцев будет правильно говорить, ничем не продолжилось дальше. Ну, представьте, они постарались на полную катушку. Потому что, когда мы приехали, мало того, что они организовали все великолепно, приехал основатель государства, извините, в джунгли, для того, чтобы с нами организовать именно встречу, показать россиянам, что мы помним. Вот они фактически нам махали рукой. Мы помним, почему же вы нас забыли. И это сподвигло уже проводить следующую работу. Поскольку достаточно большой, богатый материал был собран, мы увидели о том, что жизнь коренного населения практически не изменилась в деревнях. При том, что страна очень серьезно развивается. И вот эта вот интересная особенность, когда страна развивается экономически, и при этом сохраняет те же традиции. На рисунке смотришь Миклухамака из 150-летней давности, и сейчас это уже самое. Вот это поражает. Это для исследователя фантастика. Во вторую экспедицию мы отправились для того, чтобы узнать про их языки. Потому что, вы знаете, Миклухамака же был первым европейцем, первым белокожим в этом регионе. И он принес язык. То есть, некоторые слова русские используются. Тот же самый топор и далее. Это папу-новогвинейцы используют в своем языке. Не все, конечно, потому что там 829 языков, но многие. 829 языков. Да, да, представляете. Ну, не в одном племени. Их же 10 миллионов. Я понимаю, я понимаю. Вот. Ну, скажем так, бывали и собрания, когда мы сидим все вместе, и я толкаю своего соседа и говорю, слушай, ну что он говорит? Там ничего не понимает. Он говорит, я тоже ничего не понимаю. Но базовый язык у них английский? Язык образования. Язык образования, они получают все образование на английском. Язык токпиксин, это язык межнационального общения. И дальше идет язык племени, например, бонгу. И язык соседнего племени. То есть, каждый папу-новогвинейцы 4 языка знают. Токпиксин, это какой-то один из национальных языков? Да. Или это такая смесь английского? Ну, то есть, это пиджины такие называемые. Да, это пиджин. Это такой птичий язык, который объединяет... Твоя-твоя не понимает, да? Ну, при помощи него, да, мы понимаем все. Они пели гимн, кстати, мы же там открыли российский кабинет, и пели гимн российский. А без подготовки, фактически, за пару дней выучив его, они когда начали петь, я вообще не понял, это они поют или же это вообще без акцента. Вот такое вот умение переключаться, умение слышать вот эти звуки у них фантастическое. Снимать, как говорят музыканты. Да, да, это, конечно же, потрясает. А вот третья экспедиция у нас уже была после ковида, и, кстати говоря, эта экспедиция была интересна тем, что мы успели создать и воссоздать шеститомное собрание сочинений Микву Хмакаева, Институте этнологии, антропологии, Институт востоковедения. Мы ученые работали над этим и сделали копию, которая позволила, не копию, а книгу, которая и доступна в PDF-копии, в PDF-варианте. И я взял эту книгу и пошел по тем 10 деревням, где был Микву Хмакаев, это была первая уже одиночная экспедиция, и начал ее открывать и знакомить местное население с тем, как они жили 150 лет назад, показывая им рисунки. Я Микву Хмакаев, потрясающее сделаю открытие. Во-первых, очень многие сохранили свои традиции, во-вторых, они все узнали всех абсолютно своих родственников. Для меня это было потрясающе. А как? Я не представляю, как. Но, вы знаете, я провел свой эксперимент. Вот возьмите фотографию, например, вашу, там, 10 лет вашего отца, вашего деда 10 лет, и вы увидите, что одно лицо. Слушайте, ну ладно, у нас сейчас вот в этих вот коробочках, да, по 10-20 тысяч фотографий. Да. Один день, конечно, но у кого-то даже за год, да? Нет, ну либо это фотоальбом, который передавался из поколения в поколение. Да, а все-таки? Они умеют сопоставлять именно лица с тем возрастом, который им показывают. То есть, ну, понятно, что я немножечко отличаюсь от того, каким я был в 10 лет, правильно, да, и, может быть, вы даже и не узнаете. Они вот умеют это делать, и после этого, после этой экспедиции, во-первых, я изучал, насколько на них влияет интернет, меня очень волновало, насколько их жизнь изменится с тем, что появится интернет. Но интернет появился, не было у них компьютеров, не было ничего подобного, поэтому исследование я провел, дальше я повез им компьютеры. Вот вы знаете про класс, который... Да, я увидел это, и меня это удивило. Поэтому по полной... Что про компьютеры они там не знают, или у них просто не было возможности? Не было возможности. Мы привезли компьютеры, сейчас есть меценаты, которые помогли с оборудованием класса. То есть, все это воспринимается от России достаточно позитивно, и, конечно же, они сопоставляют это все с Миклухом Аклаем. Есть ответственность, конечно же, и моя фонда, и тех людей, кто занимается, как-то об этом помнить. А дальше уже, знаете, произошла интересная ситуация. Я заехал в Австралию, как-то было не заехать по пути, да, и... Как это красиво звучит, а? Заяхал в Австралию, там на обратном пути заехал в Малайзию. Но это близко, действительно, это ближе, чем... И получилось таким образом, что в Сиднейском университете... В Сиднейском университете, это город в Австралии, значит, там есть музей, в котором есть коллекции Миклуха Маклая, которые часть из коллекции он привез туда, часть из коллекции в Санкт-Петербурге в Консткамере. И там есть черепа. И дело в том, что эти черепа, они принадлежат к определенным кланам, к определенным деревням, и там подписи, и имена. Я говорю, слушайте, ну и существует ООН, организация, которая говорит о реституции, необходимости возвращения этого всего. Он говорит, да, но это останки, мы не можем никаким образом это вернуть, потому что это останки, если бы это были артефакты какие-то, предметы, да, мы могли бы вернуть деревни, а тут нам надо знать каждого человека. И вот здесь мне помогла предыдущая экспедиция. Я сказал, не проблема, мы вам найдем каждого человека. Поскольку я обошел все эти 10 деревень, и уже знал приблизительно, где кто находится, это мне помогло сделать следующее исследование. И следующую экспедицию я провел с целью того, чтобы узнать и найти всех этих потомков, для того, чтобы потом вернуть эти черепа. Чтобы вернуть эти черепа, это серьезная процедура государственная. И не с нашим государством, а с австралийским. Но мне удалось вот сейчас полностью подтвердить, что в феврале эти черепа везут уже точно в Папу Новую Гвинею. Фантастическая история совершенно. И это радует, конечно. И эти черепа Миклуха Маклая не зря брал. Цель его была увидеть и показать, что коренное население, оно не отличается от белокожего. И говорить о том, что они относятся к промежуточному звену между обезьян и человеком, как минимум это просто незнание материала. Поэтому черепа они создавались, точнее не создавались, брались именно для этого. И вот эти экспедиции были приведены, определенная работа приведена. А вот на основании этого уже решили сделать проект. Поскольку начали меня дергать постоянно о том, что ну расскажи же об этих экспедициях. Вот я вам сейчас рассказал очень кратко. Там столько интересных открытий о каждом. И вот этот проект в виде большого количества материала будет опубликован и представлен молодежи. Сейчас мы сделали вот такую книгу. Это экспедиция трех веков. И здесь достаточно много материала. Здесь достаточно много материала об экспедициях трех веков и об экспедициях современных. Вот современные экспедиции, экспедиции советские. Здесь рассказывается о том, что изменилось, о семье Мику Хмаклая и о современных экспедициях. Обложку покажите, пожалуйста, еще раз, чтобы зрители видели. Да, экспедиция трех веков. Почему трех веков? Ну смотрите, в 19 веке, первая экспедиция в 20 и в 21 веке. Вот иллюстративное издание сейчас уже подготовлено. И будет оно также доступно сейчас уже на сайте, на сайте фонда Мику Хмаклая. Мы берем, опять же, экспедиция Маклая и находим очень легко этот образовательный проект, доступный для всех регионов нашей страны. Пробежимся, может быть, извините, по вопросам, которые зрители задают. Блиц такое устроим из Астрахани. Какая форма правления на Папово-Новой Гвинеи? Это что? Премьер-министр и соответственно... Ну это республика, да? Да. Не монархия? Да. А может глупый вопрос из Москвы, но там, где подальше в джунгли белых могут съесть? Вы знаете, сейчас только Папа Римский явился специально в Папово-Новой Гвинеи. Завтрашний день он планирует как раз посетить ее с целью того, чтобы... Сейчас пугающе звучит. С целью того, чтобы все-таки на всякий случай подтвердить, что Папово-Новой Гвинеи это христианское государство. Пускай еще не православное, но христианское. Вот из Пермского края, да, еще есть... Какие своих планов не успел выполнить Миклух Маклай? Ну у него было много планов, и он хотел, чтобы попуасы увидели деревню Маклая. У них нет слова страна, у них есть слово деревня. И этот план я осуществил. Мы группой Папово-Новой Гвинеицев посетили Москву и Санкт-Петербург в 2018-2019 годах. И помимо всего прочего, конечно, он хотел, чтобы этот берег относился к России и под ее покровительством. Юридически нет. Но фактически люди относятся к нам с таким теплотой, что они... Вы знаете, откровенно сказать, было письмо даже от наших Папово-Новой Гвинеицев, наше посольство. Они написали по поводу того, что мы хотим быть с Россией. Дорогой дедушка... Не знали, как реагировать. Потому что это невозможно. Но они искренне, вы знаете, относятся к нам. Я вот сейчас, кстати, в последней экспедиции был. Эта экспедиция была не только на берег Маклая. До этого у нас еще была экспедиция на озеро Кутубу, там, где захоронение черепов на Скальное. И где можно иметь по 20 жен. Но об этом мы опять же в рамках проекта подробно будем рассказывать. И почему это так... Раньше-то вы не завели этот разговор, Николай Николаевич. Ну, я потому что знал, что иначе у нас разговор пойдет не про экспедицию. Хорошо, да. В следующий раз мы с этого начнем. Да. И вы знаете, самая, конечно, ответственная и важная экспедиция. У меня была вот буквально сейчас, потому что мы вместе со своим младшим сыном, который знает о Папу Новогвинее с раннего детства, он слышит истории попуаски. Что значит попуаски? Я ему по принципу того, как попуасцы сохраняют свои традиции истории, рассказываю каждый день перед сном по 5 минут, а иногда и по 5 секунд, как перед сном, что успею. По 5 секунд это подзатыльник, по всей видимости. Нет, это просто так быстро засыпает. Это шорп. Засыпает быстро. Истории по поводу того, что... О своей жизни. Ну, конечно, моя жизнь во многом связана сейчас с Папу Новогвинее. Это интересно. И он настолько, наслушавшись всего этого дела, захотел туда, что мы решили в этот раз отправиться. Но откровенно сказать, как бы то ни было, это не простое путешествие, самое, наверное, ответственное для меня. Я впервые увидел моих старейшин, и старейшин, которые очень серьезные и важные, как людей, которые являются и могут быть еще и бабушками, и дедушками. Ой, как они мне помогали, как они бегали вокруг того, что мы приехали. Большего приема, чем в этот раз, когда мы приехали только вдвоем, не было никогда. Сын Никита. Сын Никита. Я видел эти танцы, а это были какие-то ритуальные танцы, или танцы просто приветствия, или это уже, скажем так, элемент поп-культуры. Определим, это таки он. Ну, там, где мы были... Обряд принятия. Там поп-культура не перед кем показывать, кроме как перед нами и перед своими. Поэтому этот танец Синг-Синг – часть элемента общения с богами. По крайней мере, во время этого танца собиралось все племя, весь клан, и все танцевали, тем самым входили в определенный транс, позволяющий действительно, ну, достигать, получать какую-то силу. Поэтому, несмотря на то, что они, конечно же, христианское государство, определенные традиции языческие сохраняются. Но мы тоже, извини, дай просто реплику, мы же тоже там христианское государство с тысячелетней историей, тем не менее, язычество в каждом из нас сидит столько, что оно никуда не выветривается, к сожалению. Но это и хорошо, какие-то элементы, если мы помним, правильно? Вот эти традиции, как их сохранить с учетом того, что все равно мир меняется стремительно, экономика меняется, вы привозите компьютеры с хорошими целями, конечно, но вот как при этом здесь не навредить? Или это тоже какой-то снобизм говорить о том, что вот, чтобы мы знали, как тут было, пусть они сохраняют жизнь? Да. Отличный вопрос, потому что этот вопрос, над которым я постоянно думал и думаю, стоило ли при нас выразить компьютеры. Но я вспоминаю про топор, Мику Хамакай же привез топор. Они же жили без топора и без железа, без какого-либо. Они каменными эрадиями использовали. Мы, я думаю, что не должны останавливать прогресс, они могут взять то, что они хотят. Мы не можем в любом случае насильно их заставить. Сейчас компьютер может быть гораздо более опасным оружием, чем топор. Да, да, это однозначно. Но поэтому здесь определенные контроли и школа. И я надеюсь, что это будет позитивно использоваться. Мы, слава богу, не смогли обеспечить пока Папу Новогвине и всю компьютерами. Поэтому у нас есть возможность посмотреть на примере школы Бонгу на берегу Маклая. Эксперимент провести. Николай Николаевич, то, что я увидел у вас в новостях, что вот эти компьютеры помогут связаться школьникам из Папу Новогвинеи с российскими школьниками из Москвы, Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. Остались уже какие-то контакты? Вы знаете, состоялись контакты следующим образом. Папу Новогвинейские школьники без компьютеров нарисовали большое количество рисунков о своей жизни. И есть ряд школьников, которые сейчас готовят также рисунки. Вот в частности в Москве, в детском центре экологии и туризма мы сотрудничаем, который объединяет много школ. Они будут готовить ряд рисунков о своей жизни и туда отправлять. Кстати, не используя компьютеры. Тем самым знакомятся друг с другом. Ведь это вот как у нас был Pen Friend, друзья, по переписке. Интересная вещь. Я думаю, что это позволит узнать об определенных традициях, культуре. А помимо всего прочего, оставить на всю жизнь память и о России, а нам о Папу Новогвинеи. Николай Николаевич, мы вас благодарим. Николай Миклуха Маклая, директор фонда имени Миклуха Маклая, следователь, путешественник был у нас сегодня в гостях. В следующий раз придете, начнем разговор вот с тех племен, где можно сразу по 20 жен иметь. Договорились. Если бы я галочку поставил. Галочку уже есть одна, да? Это так вот, на заметочку. Да, на заметочку одна есть. Мы узнаем о сложностях и о плюсах. Да, на этом и закончим. Спасибо вам огромное еще раз. Да.